Всем привет! Мой обзор для автомобилистов, а возможно и мастеров по ремонту, если у кого-то из них еще нет такого адаптера либо более серьезного. Обзор посвящен маленькому, но очень продвинутому адаптеру для автодиагностики, который обладает функционалом от банального считывания ошибок до программирования и кодировок, доступных дилерскому оборудованию. В обзоре расскажу об основном его функционале, устройстве и способе переделки в гораздо более дорогой LONCH X431 PRO 3 забеслопатно. Для чего нужен подобный прибор обычному автолюбителю, не зарабатывающему денег ремонтом? Да, парень с адаптером и ноутбуком, еще не профессиональный диагност. Но лично для меня он полезен в следующих ситуациях. Я люблю сам поковыряться в машинах, сделать все аккуратно, пускай и гораздо дольше, чем на СТО. Зато уверен, что поставил хорошую деталь, которую сам и купил, что все собрал аккуратно и ничего не сломал попутно и не подменил. А при этом в современных авто без диагностического адаптера крайне сложно найти поломку. Если я знаю, что сам не осилю ремонт, нет оборудования или времени, то конечно я поеду на СТО или к гаражникам. Но я предпочитаю ехать к ним уже с пониманием, что именно нужно делать и если уверен, то и со своей деталью. Думаю многим знакома ситуация, неровно работает, наверное это у тебя уже провода и свечи, но что меняем? Не помогло. Ну так они и так уже хреновые были. Значит катушка, точно она, больше нечему? Не, но мы то думали, что точно катушка, ты ж сам сказал меняйте раз надо. Но мы поменяли. Свечи, провода, катушка новые, надо дальше смотреть. Может датчик какой еще? О, расходомер. На таких машинах часто дохнет. И так пока пол машины не переберут. То ли по незнанию, то ли развод. И хорошо еще, если попутно что-то не запорят. Покупка бы у ласточки не бита, не крашена, бабка в церковь ездила. Сколько бы скептиков не говорили, что толщиномер и адаптер это игрушки, профессионал все сразу увидит или не битых не бывает. А после покупки в любую надо вкладываться, я по своему опыту покупки себе и при выборе друзьям скажу, что есть таки хорошие варианты. Потратив время и проявив усердие и терпение всегда можно найти хорошую машину. И не надо говорить обратное. Помочь родственникам, знакомым, если не отремонтировать, то хотя бы определить из-за чего чек на приборке загорелся. А теперь определимся каким адаптером это лучше всего делать, конечно, лучше всего оригинальным дилерским под определенную марку, но если узнаете их стоимость. Проще сразу пойти новую машину в салоне купить. Есть, конечно, и копии, по более доступным ценам, но опять же под одну марку и вопросы с качеством, с активацией и обновлением софта. Для простых автолюбителей остаются мультимарочники и их копия. Раньше я пользовался Elon 327 в разных его сущностях, потом несколько лет Delphi DS-150, а таком, наверное, самыми известными девайсами среди автомобилистов. Далее расскажу немного о них, перед тем как перейти к предмету обзора. Elon 327. По этой теме не то, что обзор, докторскую написать можно. Очень уж обширная и долгая тема. Начиная от самого адаптера, оригинальных чипов и заканчивая тоннами разнообразного софта под всевозможные платформы, ОС и марки. Постараюсь очень кратко описать некоторые особенности, обзор то не о нем. Самая главная засада, это зоопарк как самих вариаций адаптера так и софта. За общим названием Elon 327 могут скрываться абсолютно разные устройства, даже выглядящие одинаково. Причины всего разнообразия. Мозг-чип с прошивкой. Оригинальной канадской фирмы, только он стоит уже совсем других денег. На его основе не может стоить адаптер 3 доллара 10, как продают их в Китае. Главным образом все отличия в прошивке. На основе оригинальных чипов, адаптеры стоят совсем не дешево, а прошивки не обновляются. Китайцы скопировать их нормально не могут, пилят свои. И тут уже кто во что гораст. И версии от Балды присваивают и функционал отличается, что-то работает, что-то криво, что-то вовсе нет. Разобраться в этих всех творениях китайских программистов довольно сложно, но по слухам V.1.5 таки скопирована с оригинальной, она и считается на данный момент самой кошерной. А адаптер должен быть собран на микроконтроллере PIK-18 F25K80, а не капля. Обвязка. Это все остальные элементы на плате для связи с блоками по разным протоколам. Тут тоже зоопарк. Что-то собрано на рассыпухе и успешно работает, что-то на спецмикросхемах, а что-то урезано и некоторые протоколы по этой причине не могут работать на данном адаптере физически. Способ подключения. Бывают версии с Wi-Fi, Bluetooth и COM, у каждого вида свои особенности, преимущества и недостатки для конкретного использования, а также свои косяки и глюки в зависимости от кривизны реализации. Софт. В своем большинстве это малополезный мультимарочный софт, который умеет минимум. Почитать ошибки двигателя и коробки по протоколу АБДИ и допоказать таблицу некоторых параметров в реальном времени. Причем даже не все ошибки, а согласно стандарту АБДИ, есть и более продвинутый софт с поддержкой проприетарных протоколов. Но он как правило уже стоит денег. Есть и вовсе специализированные программы, которые умеют гораздо больше чтения практически всех блоков, а не только коробки и двигателя, адаптации, прошивки, кодирования. Но как правило под одну марку, платный либо платный самый полезный функционал. Опять же далеко не под все марки хороший софт есть даже платный. Как пример, вот шикарная программа под ОС Андроид для БМВ, но стоит более 50 долларов. А еще нужен сам адаптер. Да и только одна марка всего. Таким образом, чтобы разобраться какой адаптер и где купить, а также найти рабочий софт именно под ваш автомобиль, придется долго курить в форумы и пропитываться полезной информацией. И даже в этом случае нет гарантий, что все заработает или китаец не вышлет адаптер уже с другой начинкой, вместо того, что ранее 500 человек купили. Delpho DS-150. По сути тот же атаком в другом корпусе, свободно перешиваются одно в другое. Хороший и доступный, если говорить о копиях, мультимарочник. Копии тоже бывают самые разные, это только первый вариант платы. От дешевых, которые без доппелинга аппаратной части вообще нормально не работают, да вполне приличных. Я себе брал одну из самых полных версий за 99 долларов, еще в 2014 году, одноплатный, с Bluetooth и полной распайкой элементов, включая рабочую microSD карту, кэн-фильтрами, динамиком, реле-нек. Он хорош как для мастерских гаражного типа и небольших универсальных СТО, так и для автолюбителей. Но у него есть жирный минус. Халява с использованием оригинального ПО закончилась на обновлениях конца 2014 года. Помимо новых машин в оригинальной версии постоянно дорабатывают софт и для старых, но она стоит немалых денег. Кроме того и сам прибор довольно громоздкий, да еще и для работы ноутбук требуется. В итоге я решил его продать и купить обозреваемый лонж, который ничуть не уступает по функции аналу, меньше, работает с телефоном, который и так всегда с собой и софт обновляется. На момент публикации обзора у меня остались только лонж Элм, Делфый продан. Элм тоже не нужен, но учитывая его стоимость, нет смысла продавать, пускай валяется, вдруг пригодится. А теперь возвращаемся наконец-то к лонж Эсидиак 2.0. Лонж Эсидиак поставляется в двух вариантах. Эсидиак 2.0. Просто прибор, без софта, на данный момент стоит 49 долларов. 0.0. Каждая марка стоит 50, пакет из трех марок около 100, пакет из пяти около 150 долларов. До конца августа 2017 для данной модификации можно было бесплатно скачать базы Demo и Eopt, их полезность заключалась в том, что через них легко было сделать взлом и для остальных марок. Но сейчас эту возможность прикрыли, чтобы скачать эти базы или марки, придется докупить официально хоть один марку. Возможно, есть варианты платного отлома, но все равно придется дополнительно раскошелиться даже за взломанные марки. Эсидиак 2.0 Plus, тот же адаптер, но уже с двух марками авто на выбор, кроме них бесталанно доступны базы Demo и Eopt, раньше голый прибор стоил около 55, а версия Plus примерно на 20 долларов дороже. Но после изменения ситуации с бесплатными базами Demo и Eopt первый подешевел, а второй прилично подорожал и сейчас стоит 89 долларов. 0.0. Разница теперь в двух раза. В этом случае вы сможете либо пользоваться взломанными марками и доп-функциями бесплатно, либо использовать официальный софт с обновлениями на две марки. Атед. Пока писал обзор, ситуация поменялась, плюс версии по ссылке закончились, кто хочет использовать халяву, придется брать голый адаптер и докупать один марку за деньги. На данный момент оба варианта сняты с производства, но поддержка и обновление идут полным ходом. Так что если надумали брать, лучше сейчас, а то вообще могут пропасть девайсы. С официальной версией P.O.Easy Diag 2.0 позволяет производить следующие операции для установленных марок автомобилей. Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля. Считывание потоков данных систем автомобиля. Отображение текущих параметров системы. Просмотр стоп-кадра данных. Чтение информации об автомобиле. Но хорош девайс тем, что есть возможность его превратить в более дорогой и функционально продвинутый LaunchX 431 Pro 3, который предлагает уже куда больший функционал, кодирование блоков управления. Адаптация блоков управления. Сброс сервисных интервалов. Считывание потоков данных систем автомобиля. Отображение текущих параметров системы. Проверка исполнительных механизмов. Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля. Автоматическая идентификация модели по ВИН. Адаптер поставляется в небольшой картонной коробочке с прозрачным окошком. При доставке коробка слегка примялась, но адаптер цел. Да и повредить его сложно, такой упаковки вполне достаточно. На обратной стороне коробки напечатаны возможности и указан серийный номер. По нему позже будем активировать адаптер. Комплект проще некуда. Прибор. Инструкция на английском и конвертик с серийным номером и кодом для активации. Инструкция. PDF на русском. Рассмотри прибор поближе. Корпус выполнен из прочного пластика, желтая вставка с надписями, из твердой резины. На крышке лазерная гравировка Lounge, снимаем крышку. И прибор оказывается сам не намного больше той самой крышки. Под ней, 16 контактный разъем Abdi для подключения к диагностическому разъему автомобиля. На разъеме указан серийный номер. На обратной стороне прибора разъем Micro USB для проводного подключения. Над ним два отверстия индикаторных светодиодов. Левый светится синим при подаче питания, правый двухцветный, синий-красный, отображает процесс работы, соединения с программой, с автомобилем, передачу данных. Прибор очень мелкий, размером с китайский Elm 327, но по функции аналоги чуть не уступает Delphi DS-150, а местами даже и превосходит его, но об этом позже. При этом два таких будут меньше только разъема от Delphi DS-150. В руке для понимания габаритов, для тех, кто с подобными вещами не сталкивался и не представляет, как выглядит разъем Abdi в машине, размеры девайса в цифрах. Вес тоже небольшой, 33 грамма. На всякий случай замерял потребление для понимания, сколько же он съест, если оставлять его в машине не отключая. Разборка очень уж хотелось его разобрать, Но корпус склеен намертво и аккуратно это сделать, чтоб следов при обратной сборке не осталось, не выйдет. Но для удовлетворения собственного любопытства, а также читателей, я нашел фото в интернете и взял их отсюда для размещения в обзоре. Корпус состоит из двух склеенных частей, разъема и крышки плат. Под ней вертикально установлены два соединенные между собой разъемом платы. Одна из них основная, на ней расположен мозг, Вторая плата связи, на ней распаян Bluetooth модуль и преобразователь питания. Чтобы извлечь платы, придется выпаивать все контакты. Это наружные стороны плат. Сверху плата связи, снизу главная плата. Внутренние стороны плат. Сверху плата связи, снизу главная плата. На плате связи, чип Bluetooth XBC417, Datasheet, Bluetooth V2, 0+, Enhanced Data Rate, Adder, Compliant Vs V2, 0, и 2 Off Specification for BOS, 2 MPS End, 3 MPS Modulation Modes, Модуль памяти 1 MB 1010 29 55 800 Caspi 70G, Datasheet, Norflash Parallel 3 5 3, 3 5 8 000 битов, 1 000 на 8 512 KX 1670 Ns 48 Pink SP, на главной плате, процессора с TM32 F207 G6, Datasheet, ARM-знак регистрации BASE 32 бита Mk, 120 EMS, 150 MIPS, APTU 1 MB Flash, 128 плюс 4 килобайта RAM, USB OTG HS, FS, Ethernet, 17 EMS, 3 ATX 15 COM, Интерфейс и сэнд-камера, между процессором и micro USB есть пищалка, Мультиплексор GIF 700 спец, щип для автодиагностических приборов, работает с протоколами ISU 15765-4, CAN ISU 14230-4, KVP 2000, ISU 9141-2, J1850-VPVA, J1850-EVM, на этом обзор аппаратной части заканчиваю, переходим к софту. Как известно, старшие версии отличаются от данного только программной частью. Софт доступен для ОС Android и iOS, я использую версию под Android, для установки нужно скачать актуальную версию с Play Market. Дальнейшие действия производить без подключения адаптера к телефону, планшету. Устанавливаем приложение, запускаем, регистрируем аккаунт. Затем нужно активировать сам прибор. Вводим серийный номер и код активации, который был в конверте. Повторюсь, пока без подключения самого адаптера. Переходим в пункт обновления одной кнопкой. Там выбираем базы демо и опт. Также можно выбрать и два нужные вам марки, если вы собираетесь пользоваться легальной версией без взлома. Но сразу нужно выбрать два марки, сразу поставить одну, а по мере необходимости вторую не выйдет. Что на мой взгляд крайне неудобно. На главном экране марки разделены по регионам и теперь, как видим, у нас есть скаченные базы демо и опт, скрины настроек программы, профиль. Тут можно видеть активированные приборы, купленные марки и стоимость пакетов из нескольких марок. На данном этапе, кто выбрал легальный путь, можно подключать адаптер к телефону и автомобилю и пользоваться свежей прошивкой и софтом. Кто будет ломать, категорически запрещено подключаться к телефону с официальным софтом, так как обновится прошивка самого адаптера и он заблокируется только на оригинальный софт. Дальше рассмотрим, как ставить сторонние оболочки, прошивки и марки. Напоминаю, что алгоритмы защиты и отлома постоянно меняются, поэтому я описываю действия на момент своей установки. Вообще в сети по этому сканеру очень много информации, есть форумы, есть статьи, выложены разные оболочки приложения, марки, допы, прошивки и так далее. Можно потратить время и сделать все бесплатно. Также легко найти и тех, кто поможет все это настроить, но за деньги. Некоторые товарищи предлагают даже обновления на год. Всю информацию и файлы для я нашел на этом форуме. Есть и много других тем на других ресурсах, но для простоты все берем из темы по ссылке. Прямых ссылок на файлы по понятным причинам не даю, все нагуглите самостоятельно в этой теме по названию. Для использования ломаных марок и ПО делаем следующие вещи, оболочка, приложение, прошивка адаптера, патч плюс папка и опт из вашей скачанной и сохраненной кмлонг. Марки, опционально сбросы, приступаем. 1, далее находим папку кмлонч в корне вашего телефона и сохраняем ее на компьютер. Теперь в настройках приложений на телефоне находим и сидяк. Сначала удаляем все данные приложения, затем само приложение и проверяем, чтоб ничего не осталось. Если осталась папка кмлонч, вручную удаляем и ее. 2, устанавливаем оболочку, то есть, само приложение 10-431. Про 3 секунды, 3, 10, 020 в шапке темы висит. 3, понижаем версию прошивки. Качаем архив Firemore 11. 52, ZIP, распаковываем на комп. Копируем содержимое архива в ваш планшет, смартфон по адресу кмлонгн, 10-431, про 3 секунды, 968. Должно получиться так, кмлонгн 10-431, про 3 секунды, 968. Диагностик, конфиге, даунлоуд. В папке даунлоуд будет лежать два файла даунлоуд. BIN и даунлоуд. ИИНИ, подключаем адаптер к машине или подаем питание на разъем, 12, 16 пин плюс, 4 пин. Открываем приложение, меню NGT, профиль NGT, восстановление микропрограммного обеспечения NGT, нажать красную кнопку восстановления микропрограммного обеспечения. Во время прошивки питания не дергать, адаптер из машины тоже не отключать. 4. Делаем патч со своей лицензией. Для этого качаем патч V22.52. RAR. Распаковываем на ПК, там 4 файла, адап, веор депа, веор 4, липостата, соу, липдевисит. Соу. В эту же папку из ранее сохраненной папки от оригинального приложения копируем свой файлик, лайсенс, дед, он расположен по пути к LaunchEasyDiag 96859014, Diagnostic Vehicles, EOP 2, 522.52, и того в папке для активации лежит теперь 5 файлов. 5. Теперь нам надо марки, сбросы. Качаем апрельские за 2017 год. В теме архива 9. RAR. Архив на одну, 4 гигабайта, распаковываем на ПК. В распакованном виде, 4-6 гигабайтов. В зависимости от марок, каждая папка занимает от 1, 5 до 440 мегабайтов, для BMW например. Всего там 164 папки, и я очень сомневаюсь, что они именно все нужны вам на телефоне. Если их просто закинуть на телефон, работать не будут, сначала надо активировать. Для экономии места и времени активируем только необходимые марки. Для этого по пути, для примера Audi, Vehicles, Audi 5.27.90, копируем с заменой эти 5 файлов из папки, которую сделали в предыдущем пункте. Итак, в каждую марку, для сбросов поступаем аналогичным образом, Vehicles, Reset, и эти же 5 файлов в каждую подпапку, затем все нужные марки качаем в телефон по пути Кмлонхн 10 431 про 3 секунды 968, Diagnostic Vehicles, сбросы по пути Кмлонхн 10 431 про 3 секунды 968, Diagnostic Vehicles, Reset, при несоответствии версии ПО, прошивки, патчи, оригинального ЭОПТ, версии марок, работать не будет. Будет вот такое сообщение при попытке подключиться. Обратите на это внимание. Чтобы все это подобрать, нужно потратить немало времени, пробовать, курить форумы. Я это проделал и опубликовал, тут железно рабочий вариант, приложение 10 431. Про 3 секунды, 3, 10, 020, прошивка FireMware 11, 52, ЭОПТ 2 5 22, 52, патчи 22, 52, марки апрель 2017. Марки бывают на русском, английском и других языках. Если с английским проблем нет, ставьте лучше марки на нем, на русском перевод бывает довольно кривой. Теперь открываем приложение и видим примерно такую картину. Марки разделены по регионам, Америка, Европа, Азия, Китай и сбросы в отдельной вкладке. Я поставил необходимые мне Ford, BMW, Land Rover, Fiat, Renault. Сразу же отдели подтянулись и для разных рынков, а также дочерние бренды. Поэтому не удивляйтесь, например, установленному Rolls-Royce у меня на телефоне, это он от BMW подтянулся, сбросы. Много полезных и интересных функций. Сходу уверен, многих заинтересует отмотка одометра. Сразу скажу, там крайне мало марок и моделей совсем мало. А вот в остальных пунктах очень много. Информация по сбросам. Взял отсюда. Break Reset. Сброс тормозных накладок колодок. Oil Reset. Сброс сервиса индикатора масла. Когда появляется индикатор сервиса. Сес-ресет. Сброс датчика угла поворота рулевого колеса. Меняется угол поворота колеса относительно нулевой позиции, на машине выставленной по прямой линии. Бет-ресет. Сброс датчика аккумулятора. Блидинг. Это функция, которая применяется в тормозной системе. Если в тормозную систему попал воздух, она стравливает воздух с системы. Электрод. Tailrun. Дроссель с электроприводом. То есть переобучить дроссель. И TS Reset. Система контроля тяги. TMSS Reset. Датчик показывает давление в шинах. DRW REC. Программа обеспечения. Используется для функции восстановления полевого фильтра. Известного как воздушный фильтр полевой. На некоторых машинах, когда меняем фильтр, горит ошибка. Эту ошибку необходимо удалить. GearLearn. Выставляет шестерни положения коленчатого вала в правильное положение зубцов, если это предусмотрено электроникой автомобиля. Возможно, это нужно при замене ГРМ. Возможно, это нужно при замене датчика коленвала. Возможно, это нужно при каких-то других технических процедурах с автомобилем. Дословно вставляет шестерни положения коленчатого вала по зубцам. IMA. Иммобилайзер. Программа обеспечения, которая используется соответственно для иммобилайзера в целях предотвращения несанкционированного доступа и прописки несанкционированных ключей. Дословно для того, чтобы пытается кодировать ключи для своего конкретного автомобиля. Для своего конкретного чипа. Но на практике этого не получается. Injector. Это программа обеспечения, применяемая для функций кодирования форсунок, прописывания их кода. То есть, можно изменить количество подаваемой смеси и прочее, прочее, прочее. Теперь подключимся к машине и посмотрим, какие блоки видит, что умеет. Описать все опции и возможности для разных марок. Просто нереально. Если коротко, то адаптер умеет подключаться ко всем блокам, а их в современных машинах немало. Естественно, они различаются в каждой конкретной модели, у всех свои возможности программирования, настроек и выводимых параметров. Благодаря размерам, адаптер подключить можно в Абди и разъем, расположенный в любом месте. А вот извлечь его обратно, иногда становится непростой задачей, как в этом случае. Не помешал бы короткий удлинитель или хотя бы какая-то петелька на корпусе сверху, чтобы его обратно вытягивать проще было. Для начала Ford Focus 2. Выбор машины и инфа о ней. Доступная для подключения блоки. Спец. Функция. Доступная для просмотра данные по двигателю в реальном времени. Можно выводить выбранные как в числовом виде, так и в виде графиков. Блок ABS, для примера вывел данные по скорости каждого колеса, приборная панель и ремни безопасности. Дизельный рынок Lea 2. Подключение к машине. Доступные блоки. ЭБУ двигателя, чтение и сброс ошибок. YOLN 327 с мультимарочным софтом эти же ошибки вообще не видит. Спец FCI, проверки, конфигурирование по двигателю. Вывод данных в реальном времени. Блок ABS, блок подушек безопасности, иммобилайзер, коммутационный блок, дизельный Renault Cynic 2. Доступные блоки, ошибки по двигателю, поток данных с ABS. Тут также доступна огромная колва настроек, адаптация и прочего. Подключался к машине с целью считывания ошибок, а также отключить пищалку ремня и автоматический ручник. Все этим прибором и сделал. Дилфи, к слову, два последних вещи выполнить не мог. Заключение. Как видите, этот маленький приборчик умеет очень много. Кодирование и адаптация блоков управления, сбросы сервисных интервалов и DR. Считывание потоков данных различных систем автомобиля и отображение их в реальном времени как в графическом так и в цифровом виде, проверка исполнительных механизмов и узлов, чтение и стирание кодов неисправностей всех систем автомобиля, спец. Функции, программирование форсунок и другое. В итоге мы имеем всегда под рукой мощный мультимарочник, совмещающий удобство и компактность LN327 и функционал, ничуть не уступающий. К преимуществам отнесу, плюс размеры вес, плюс работа с телефоном, планшетом, не нужен ноутбук, плюс оригинальный адаптер от Launch, плюс огромное количество поддерживаемых марок, блоков функций, плюс обновляемый софт и прошивки, плюс возможность переделки в старшего брата и работа с сломанным софтом, плюс хорошая цена за такой функционал. Преимущества конечно перекрывают недостатки, но и они есть, покупка дополнительных марок при использовании официального софта стоит немалых денег. Перевод на русский местами очень кривой, в комплекте нет удлинителя для подключения к разъему, иногда сложно выдрать прибор из гнезда. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!